Всех приветствую на канале NonamEasy. Меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем второе занятие по проектированию забора. Мы остановились на том, что разукрасили наш забор, и теперь он принял такой, можно сказать, финишный вид в плане отображения его в реальной жизни. Давайте так скажем. Но мы доработали несколько с вами моментов. Первый момент это, какие будут у нас столбы. То ли это будут винтовые сваи, то ли это будет просто профильная труба, которая заглублена в наш грунт минимум на полтора метра. Если мы принимаем то, что у нас будут сваи, то вы спокойно можете их заказать уже готовые. Да, эти столбы свои, по-моему, в районе 2000 продаются четырехметровые сваи, где полтора метра это сама свая, круглая часть. А два с половиной метра это у нас профильная труба сечения, которую вы закажете. Если это обычная профильная труба, то вы покупаете четырехметровую трубу, потом мотобуром бурите лунки диаметром миллиметров 300, после чего устанавливаете трубу в проектную отметку и заливаете предварительно перед заливкой цоколя эти лунки бетоном. Давайте на этом остановимся, что у нас это обычная профильная труба и нам нужно ее залить на полтора метра в глубину. Для этого наш столб необходимо нам продлить. Что мы делаем сейчас? Мы тогда нашу бабушку обзываем как фундамент. Для этого нажмем два раза левой кнопкой мыши на самой бабушке фундамента. Назовем ее фундамент, чтобы потом найти. И теперь с помощью правой кнопки мыши скрываем ее с вида. У нас трубы заканчивались на отметке плюс 400. Теперь нам необходимо их продолжить до отметки минус 1050. 1500, поэтому нам нужно 400 плюс 1500 на 1900 продлить нашу трубу. Что мы делаем? У нас два способа. Либо мы удлиняем с помощью плоскости, либо отрисовываем снова эскиз нашей трубы. Давайте с помощью плоскости. Для этого мы возьмем справочную геометрию, нажмем на плоскость, выберем ее. После этого нажмем на сечение трубы. Видите, плоскость наша откладывается. И возьмем 1500, 1900. Вот наша глубина нашей трубы. Вот наша плоскость. Что мы делаем дальше? Так как у нас трубы из металлоконструкции, из библиотеки, мы можем удлинить их с помощью кнопки «Отсечь-вытянуть». Нажали на кнопку, выбираем обрезаемое тело. В данном случае выбираем два тела. После этого выбираем здесь границу отсечения, грань-плоскость, ставим кружочек здесь и выбираем плоскость нашу, которая ими 5 носит. Вот наша труба будет заглублена в грунт. Теперь мы смело можем отобразить обратно наш фундамент. Вот этот наш фундамент. И вот глубина, до которой у нас мотобуром будут пробурены лунки. Что мы делаем теперь? Теперь нам нужно эти лунки обозначить на нашей модели, чтобы в дальнейшем мы могли посчитать объем необходимый нам бетона. Для этого мы развернули вид снизу, взяли. После этого выбираем вытянутую бабушку, нажимаем на сечение нашей трубы. Далее мы с помощью инструмента «Линия» находим центр нашей трубы. И теперь с помощью окружности строим лунку диаметром 300 мм. 300. Отлично. И после этого мы с вами можем... Видите, я кручу с помощью колесика. Я зажимаю колесико на мышке, и вот так у меня крутится моя модель. Теперь я с помощью вытянутой бабушки вытягиваю ее до сечения моего цоколя. На заданное расстояние здесь можно выбрать, либо до поверхности. Вот эта поверхность. Нажимаю «Ок». Если стоит галочка «Объединит результаты», вы отрицательно снимите эту галочку. Иначе у вас сольется все вместе. Поэтому ставим галочку. Здесь теперь «Ок». Далее берем инструмент «Переместить копировать тела». Нажимаем на нашу лунку и перемещаем с помощью «Х» на 2000. Ставим галочку «Копировать». Нажимаем «Ок». Вот наши лунки готовы. Забор готов. Нам теперь необходимо сделать арматуру. Что мы будем делать с помощью нашей арматуры? То есть цоколь у нас будет армированный. Иначе он у нас потрескается. Чтобы посчитать арматуру, нам нужно ее отрисовать. У нас здесь будет, если у нас метр, для цоколя у нас будет достаточно 4 ряда стержней. Поэтому мы нажимаем на эскиз, нажимаем на грань нашего цоколя. И теперь начинаем рисовать 4 ряда арматуры. Для этого откладываем горизонтальные и вертикальные линии. Так, сейчас мы 4 линии отложим. Вертикальные на самом деле нам не надо было откладывать. Это мы переборщили. Отложим только горизонтальные. Так, теперь давайте их выставим. Минимальный отступ у нас должен быть 50 мм снизу и 50 мм сверху. Чтобы был защитный слой бетона нашей арматуры, которая не должна подвергаться коррозии. Дальше мы выставляем следующую отметку 250. И получается 250. Смотрим, сколько у нас остается. У нас остается 200. Вы либо можете разбить все по 220, либо оставить так, как есть у меня на чертеже. И оставляю так, как есть. Следующее действие мы отрисовываем с помощью инструмента окружность саму нашу арматуру. Наводим на горизонтальную линию. У нас появляется привязка. После этого центра окружности. После этого мы отрисовываем нашу окружность. Так, теперь давайте образмерим всю нашу арматуру. Арматура будет у нас 12. Вот мы образмерили нашу арматуру. Теперь зажатой клавишей Shift. После того, как нажали первый раз, зажимаем клавишу Shift. Когда мы откатываем вид, то клавишу Shift нужно снимать с нее. Когда мы зафиксировали вид, опять нажали. И продолжаем выделять клавишей Shift все наши кружочки. Вот мы выделили 8 кружочков. И теперь мы здесь нажимаем на кнопку равенства взаимосвязи. И у нас все кружочки становятся из 12 арматуры. Теперь делаем привязку. Привязка у нас здесь будет 35 миллиметров. Тоже минимальное значение. Так. Отлично. Что мы теперь делаем? Нажимаем вытянутая бабушка. Нажимаем в эту сторону 50 миллиметров. И в другую сторону получается у нас 2600 миллиметров. Чтобы на 50 миллиметров с той стороны также выступала наша арматура. Убираем галочку, если она стоит, объедините результаты. И нажимаем ОК. Вот наша арматура, которая будет заложена в нашем цоколе. Но она не может быть просто горизонтальной. Нам еще нужны пояса арматурные из вертикальной арматуры, чтобы связать нашу горизонтальную, чтобы сделать пространственный каркас. Для этого мы опять переходим в вид сбоку и начинаем рисовать наш каркас. Два способа. Либо мы эту арматуру помещаем внутрь каркаса, либо снаружи. Принципиально это ни на что не влияет. Так. Нажимаем на эскиз. Выделяем плоскость боковую. И давайте сделаем следующий момент. Отходим от центра нашей окружности. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Сейчас я вам скажу, сколько. Давайте мы отойдем. У нас получается 12 плюс 12 миллиметров мы отходим. И здесь мы не доходим до нашей окружности тоже 12 миллиметров. Так. Вот наш арматурный каркас, который будет у нас здесь существовать. Теперь мы отрисовываем. Можем новым эскизом, можем этот сделать как шаблон. Подкладку под новый эскиз. Теперь мы опять нажимаем на эскиз. И теперь откладываем уже не осевую линию, а прямую линию. Основную. Так. Теперь делаем скругление на углах. Возьмем 25 радиус. Здесь. И здесь. Ну, многие скажут, что лучше помещать, конечно, каркас наружу, а внутреннюю арматуру горизонтальную вовнутрь этого каркаса. Но это схематический чертеж, чтобы вам просто оценить общую длину, необходимую для арматурных стержней. А дальше уже схематично на чертеже показать этот каркас. И строители сами вам свяжут его. Итак. Нажимаем ОК. После этого выходим из эскиза и нажимаем... Опять же, у нас два способа. Либо в библиотеке. У меня, по-моему, есть прутки здесь, которые можно использовать в качестве арматуры. Так. Полосы. Вот есть у меня прутки. И нет 12-го. Поэтому мы берем 14-й. Выделяем наш эскиз. Видите, он не выделяется так. Потому что, как бы, находит... Вот он эскиз. Но что мы делаем? Он на предыдущий накладывается. И поэтому Solid думает, что я хочу осевую линию выделить. Для этого я его должен скрыть изначально. И только после этого воспользоваться опять кнопкой конструкции, прутки. И теперь поэлементно выделить всю цепочку. Так. Последний не откладывается. Тогда нажимаем новую группу. И уже следующий стержень будет отложен. Нажимаем ОК. Вот наш арматурный каркас, который будет у нас с шагом 300 мм расположен по всему цоколю. Так. Только у нас 14-й проток, а нам нужен 12-й. Заходим в конструкцию, в эту детальку. Нажимаем на скетч, то есть эскиз. И нажимаем его редактировать. После этого мы видим, что здесь 14-й диаметр. Мы меняем его на 12-й. И вот вся арматура у нас здесь поменялась на 12-й. Все. Дальше мы с вами ее размножим. Для этого мы нажимаем кнопку переместить-копировать. Выделяем все элементы вот этого пространственного каркаса арматурного. Выделили. Вот еще один элементик. И по оси Х в обратную сторону мы начинаем откладывать шагом 300 мм. Минус 300 получается весь арматурный каркас. Чтобы нам было видно, мы можем здесь на виде верхней панели выбрать каркасное представление. И сможем отслеживать, как выглядят наши каркасы. Я отложил 5, а нам получается нужно чуть побольше. Так, почему-то Solid не отображает это. Где у меня предварительный. Вот я попал на 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 таких пространственных каркасов нам необходимо, чтобы заполнить наш цоколь. В принципе, наши чертежи на этом готовы. Но чтобы мы визуально сделали более реалистичный вид, можем прорисовать с вами болты. Да, болты рисуются у нас двумя способами. Первый способ с помощью тулбокса. Но, как и у многих, у меня он не установлен, потому что я его не люблю. Как только появляется больше 20 болтов в детали, или в сборке, если у вас недостаточно серьезный компьютер, а, как правило, домашний компьютер не удовлетворяет требованиям Solid при больших сборках и деталях, то начинаются глюки. Поэтому я отрисовываю болты вручную. Конечно, это геморройно, но для визуального вида, то, что мы будем сейчас делать, мы не будем прям по ГОСТу отрисовывать. Это вполне достаточно. Итак, что мы делаем? Мы разворачиваем наш забор тыльной стороной. Да. И начинаем делать следующие элементы. Нажимаем на эскиз, нажимаем на нашу трубу. Выбираем плоскость трубы. Теперь рисуем по доске. Хватаем доску посередине. И теперь каждую перемычку тоже посередине хватаем с помощью осевых линий. Есть. Почему поменялся вид труб столбов, вы скажете? Потому что мы к ним прирастили еще вниз. И в солиде есть такое свойство, что он возвращает цвет материала, если у нас столб обозначен как простая углеродистая сталь. Но когда ему присвоен какой-то материал, он при доработке конструкции возвращается к исходному виду. Мы это поменяем потом. Итак, вот мы отрисовали с помощью наших вспомогательных линий. сетку. Теперь можем делать отверстие для болтов. Рисуем три окружности. Так, три окружности есть. Теперь образмериваем их. Болты у нас будет восьмерка. Нам они достаточны для забора. Поэтому рисуем девятое отверстие. Можно на два болта крепить доску. Как вам визуально здесь больше нравится, так вы и делаете. Потому что собор это дело такое. Это лицо дома. Вот мы с помощью выреза сейчас все разрежем. Видите, сквозное у нас отверстие образовалось. Давайте еще вернемся обратно в эскиз. Для этого нужно вырез, здесь вкладку открыть, нажать на эскиз и нажать редактировать эскиз. Мы давайте сразу на всех наших досках и перемычках сделаем везде отверстие. Для этого мы вот так от левого угла выделяем все наши элементы эскиза и нажимаем линейный массив эскиза. После этого по оси Х мы откладываем 120, да, только в другую сторону. Вот она. И теперь шаг. Смотрим количество шагов. Есть. Нажимаем галочку ОК. Теперь можем смело выходить из эскиза и все наши конструкции, перемычки, перемычки точно все, а доски не задействовались, потому что они как бы это новая деталь. Поэтому вырез вытянуть, нажимаем правой кнопкой мыши редактировать определение. И после этого вот здесь внизу область действия элемента. Нажимаем на это окошко и выделяем все доски. доски. Все доски выделены. Нажимаем галочку и теперь на всех досках есть отверстие под болт. Начинаем отрисовку болтов. Для этого делаем вид спереди. эскиз на доске нажимаем грань, рисуем шайбу. Шайба тоже может быть любая, то ли кузовная, то ли с прокладкой резиновая, любая. Ну, давайте 20 мм. Так, рисуем ее, толщиной делаем, мы забыли в шайбе отверстие. Так, отверстие у нас 8 шайба. 8,2 по ГОСТу, но мы здесь сейчас не ищем легких путей. Нажимаем на эскиз, нажимаем на бабушку, вытянутая бабушка, нажимаем 1. Вот у нас шайба будет толщиной 1 мм. Далее рисуем с вами болт опять эскиз, но теперь нажимаем на тело шайбы, на плоскость шайбы, рисуем окружность, дальше ставим 12, 12 мало, ставим 14, далее нажимаем на эту линию нашу и говорим ей, что она вспомогательная. После этого есть у многоугольник, привязываем его к центру и теперь вертикально тащим к нашей осевой линии. Отлично. Если захотите его определить, этот эскиз, то наложите два размера. Вот. Теперь наш болт определен, вытягиваем его на 8 миллиметров. Вот. Вот наш болт. Отлично. Теперь болт виден. С другой стороны, если мы хотим отрисовывать его, тогда переходим на другой вид. Здесь его редактируем перпендикулярно нашему экрану. И вот наш болт. Нажимаем на эскиз. Вот, видите, наш болт он выделяется. Нажимаем и теперь отрисовываем сам стержень болта. Диаметр будет 8. Нажимаем на бабушку вытянута и начинаем вытягивать, чтобы посмотреть, какой длины у нас должен быть болт. Так, 8,4 миллиметра. Ну вот, получается, где-то у нас 85 миллиметров болт должен быть. Объединить результаты рисуем, но не автовыбор, а выбираем вот головку болта. Нажимаем галочку ОК. И теперь нам осталось отрисовать шайбу, либо перенести ее сюда. Для этого мы вклад канализировать, измерить плоскость внешнюю шайбы и плоскость трубы. 71 миллиметр. Далее нажимаем на линейный массив, выбираем направление. Так, 71 миллиметр вводим, выбираем здесь тела и нажимаем на шайбу. Тут куча шайб, поэтому вот здесь вместо шестнадцати ставим два. Нажимаем ОК. Вот наша шайба. Теперь нам нужно отрисовать нашу гайку. Так, нажимаем вытянутая бабушка, на шайбу нажимаем и рисуем нашу гайку. Гайка рисуется точно так же как болт, с единственным отличием, что внутри у нас еще будет отверстие. 8 миллиметров. Так, это у нас 14, да, если я помню. Далее делаем эту линию внешнюю осевой вспомогательной и рисуем многоугольник. Так, делаем его определенным. и теперь вытягиваем. Нажимаем выход и он автоматически начинает вытягивать. Вытягиваем его на 8 миллиметров. Нажимаем ОК. Вот наш болт готов. Теперь нам нужно откопировать его. Так же с помощью линейного массива мы можем его откопировать. Для этого что мы делаем? Нажимаем Линейный массив. Выбираем направление линейного массива. 771.14 насколько я помню. Так. Это я память проверяю. Так. Выделяем все инструменты наши. Не инструменты, я имею ввиду метизы, которые вверх. Меняем направление. Нет, я не угадал. 714. Нет. Отставить, анализировать и измерить. 743.188. 743.188. Копировать. Не угадал бы ни за что. Нажимаем обратно элементы, линейный массив, направление выбираем. Здесь вставляем контур V и выделяем тела наш болт и гайку и шайбу. Вот. Отложили он ровно туда, куда нужно. Далее опять линейный массив, выделяем направление, расстояние ставим 700, выбираем тела, теперь уже вот этот болт и меняем направление. Вот он сюда придет, в это отверстие, которое нам необходимо. Нажимаем галочку ОК. Теперь нам осталось размножить наши болты по горизонтали. Опять линейный массив, выбираем направление горизонтальное, выбираем размер 120, здесь выбираем все тела, это все три наших болта. так, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, и теперь откладываем по горизонтали все наши метизы. Неплохое, да, видео, чтобы научиться чему-то и с пользой для дела провести вечер, самостоятельно понять, как нарисовать забор и посчитать его. Все, у нас получилось 16 шагов, нажимаем галочку ОК. И теперь наш забор с вами готов к тому, что мы можем делать сборочный чертеж, оформлять его и показывать строителям, что мы хотим из этого получить. На этом сегодняшнее наше видео подходит к концу. Всем, кому было интересно, не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok